Всем привет! Вы на канале Гансов Гори от Адая. На своем канале я рассказываю про игру, как в нее играть, там различные инвенты проходить, как проходить рудники духа, как качать замок, как качать стражи и так далее. И сегодня я вам расскажу, как играть с компьютера и каким эмулятором лучше пользоваться. Я в своих видео неоднократно показывал вот этот вот эмулятор LD Player. Он не виснет, не лагает и самое главное его преимущество, то что с него можно пользоваться с разом с нескольких аккаунтов и компьютер сильно виснуть не будет. Перейдем к самому эмулятору. Вот он выглядит, он состоит из двух иконок. Это сам эмулятор и это вот эти вот ваши аккаунты. То есть вы прям нажимаете начать и он открывает сразу эмулятор первый. Вы заходите, сразу, ну сейчас мы зайдем, мы нажмем второй, потом я скажу, как это все создать и как удобно играть. Если вы играете с двух аккаунтов или трех, и там даже, вот я запускал пять аккаунтов, в принципе у меня ничего не висло. Все нормально, компьютер не перегружен, все работает. Это все, конечно, тоже зависит от технических данных вашего компьютера. Но, в принципе, этот эмулятор самый простой и на нем нету столько рекламы, как на других, там, Nox, там еще другой эмулятор самый такой раскрученный, который виснет и на нем куча просто рекламы. На данном эмуляторе такого нету. Запускаем мы сейчас игру. Мне просто слишком много сейчас всего открыто. Студия для записи, браузеры, небраузеры и многое другое. В принципе, тут легко можно обновлять, можно не обновлять. У меня долго стояла не обновленная версия. Я проходил, то есть я регистрировался и не проходил обучение. Я, конечно, еще сейчас не пробовал. Я вчера переустановил новую версию на него. Хочу заново попробовать удалить ее и скачать вторую версию, чтобы проходить регистрацию аккаунта без обучения в игре. Я даже не знаю сейчас на какой мы аккаунт попадем. Я, в принципе, с компьютера только записываю ролики. Ну, иногда фермы фармлю и все. Вот он мой аккаунт какой-то. Ага, это моя ферма. И, собственно говоря, сейчас мы запустим второй аккаунт. Открываем вот это вот окошко. И нажимаем у нас тут есть прям... Мы можем это закрыть прямо в один клик и открыть. И это мы откроем сразу два. И самое главное то, что вы на каждом вот из этих вот аккаунтов, вы на каждом в свою ферму отдельно заходите, подписываете ее, как она у вас есть. И вам не нужно будет перезаходить по разным аккаунтам постоянно. Они у вас вот-вот весь список есть. Вы можете там 10 фермы, 10 аккаунтов создали, на каждой зашли и все. И они у вас потом просто там 10 вы, конечно, не откроете. Зашли на свой аккаунт и просто закрыли. Новый открыли, другой закрыли, новый открыли, другой закрыли, новый открыли. Намного удобнее, конечно, пользоваться, если у вас много аккаунтов. Если вы играете, как я, у меня, допустим, минимум по 10-12 ферм в королевстве всегда. Чтобы проблем с ресурсами не было. Вот у нас запускается второй аккаунт. Подобие большого эмулятора, только в маленьком окне. Немного мощности поменьше он забирает на себя. И вот идет загрузка. Тут вот, по-моему, старая версия даже игры. А6, 10, 5. То есть осталась старая версия игры. Возможно, он даже у нее сейчас не зайдет. Я давно не заходил. Долго тянуть я не буду. В принципе, расскажу сейчас это. Как копировать. Сейчас мы быстро зайдем сюда, во второй аккаунт. И скопируем. Да, вот идет обновление. Долго слишком. В 6, 10. А сейчас другая совсем версия. И сейчас я вам покажу, как все копировать. Как создать кучу таких аккаунтов. Вот, светит загрузка. Почти все обновилось. Я просто давно не заходил, поэтому вот так вот получается. Сама фишка данного браузера даже не то, что открывать там несколько аккаунтов, а то, что вы их подписали. Точнее, не браузера эмулятора, и просто по одному заходите, они у вас подписаны. Вам не нужно заново каждый раз вводить логины, пароли, почту и так далее. Вы просто переходите по ним и все. Ну, мы дождемся сейчас загрузки с вами. Совсем чуть-чуть осталось, я думаю. Также ссылку на данный эмулятор я оставлю без рекламы, без всего. Она будет, допустим, вот, откроем с вами видео. И она будет в описании под видео. Вот тут вот вы сможете ее найти. Перейти по ней. Ну, грубо говоря, другая будет ссылка. Вы перейдете по ней и скачаете данный эмулятор без рекламы, без дополнительных каких-то либо программ. Потому что в интернете много различных сайтов, где ты скачиваешь эмуляторы, и тебе вдобавок там еще 10-12 каких-нибудь программ левых установится. Я скину ссылку с официального сайта для скачивания. Так-то вот, если смотреть, ничего не виснет. Просто это такая загрузка, версия 6.10.5. Я не знаю, зайдет он вообще в нее или нет. Просто нужно обновлять это все. И обновлять по отдельности. Получается, вот в этом окошке, это грубо говоря, у вас не один эмулятор, а вот сколько у меня, 4 эмулятора. И в каждом нужно отдельно обновлять свою версию. Google аккаунт можно иметь один. На все 4. Просто обновлять. Все, вот видите, да, зашел тоже. Значит, я могу до сих пор создавать фермы, не проходя обучение. Нет даже событий этого нового, 4-й годовщины. Сейчас пару окошков выскочит, и все, мы их закроем. Вот, смотрите, ничего не виснет, что большой, что маленький граузер. Телефон. Вот переход в королевство, не королевство. Собственно говоря, сейчас я покажу, как это все закрыть. Не закрыть. Нажимаем закрыть. Да, подтвердить закрытие. И этот закрыть. Подтвердить закрытие. Все, они закрылись. Все, выключено. Также нажимаем включить, и он снова откроется именно на том аккаунте, на каком вам нужно. Как создать вот такие вот. Вы выбираете новый клон, нажимаете. Тут выбираете колонку, из какого вы хотите создать. В принципе, тут без разницы, создаете любой. И нажимаете клонировать эмулятор. Вот идет она, клонирование эмулятора. В принципе, подождать на клонирование, я не знаю, как у вас будет. У меня где-то он клонируется минут 5-10. Ну, это единоразово. То есть, вы все склонировали, настроили, и потом просто пользуетесь данным эмулятором. Я, в принципе, я не знаю, сейчас я видео поставлю на паузу, чтобы вы долго не ждали. 5-10 минут. Итак, для вас прошло пару секунд, для меня прошло 10 минут, грубо говоря. Все, вот видите, она скопировалась, то есть, четвертая ферма. Что я забыл уточнить. Когда вы нажали вот так вот новый клон, эмулятор, создать клон, вот идет клонирование. Вам нужно закрыть данное окно и открыть ее минут через 10-15, ну, в зависимости у кого как. И после этого оно у вас копируется, и все, вы заходите туда, отдельный аккаунт выбиваете, и все. Сейчас мы поговорим про плюсы и минусы данного эмулятора. То есть, долгая загрузка, это единственный минус. И вот долгое клонирование. Это тоже единственный, ну, второй минус данного эмулятора. Дальше по игре он не виснет. 3D модельки, 2D модельки, любые он поддерживает. Все удобно. И удобно, самое главное, то есть, вам не нужно каждый раз перебивать новые аккаунты. Особенно, как у меня, они привязаны к киногруппу. Там каждый раз заново все вводить. А так, вы один раз настроили, нужна вам такая ферма, вы зашли, там у вас подписано R1, там R2, основа. Сразу перешли по аккаунтам, пробежались быстренько, все собрали, выполнили и закрыли. В принципе, на этом все. Обязательно жду ваши лайки, комментарии. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok